Российские дилеры 22 октября начали принимать заказы на обновленный бизнес-седан Lexus ES, цены начинаются от 3 514 000 рублей. Рестайлинговый вариант представили в апреле, он получил другую решетку радиатора и измененную графику фар. Молния дых чуть укорочена, а в трех светодиодных прожекторах появились прямоугольные линзы. Добавлены новые оттенки кузова, иридиум серебристый и клаудберст грей серый, а также дополнительные варианты дизайна легкосплавных дисков диаметром 17, 18 и 19 дюймов. В салоне, увеличенная по площади педаль тормоза, она призвана повысить устойчивость ноги и уверенность при нажатии. Плюс к этому специалисты по работе с интерфейсами существенно переделали медиасистему. Ее экран стал сенсорным и сильнее выдвинут вперед, установлен ближе к водителю и переднему пассажиру. В базе предусмотрен тачскрин на 8 дюймов, за доплату, на 12,3. Силовые агрегаты остались прежними. Для седана доступны бензиновые двигатели объемом 2,0-150 литров, с 2,5-200 литров, с и 3,5 литра, 249 литров, с. Коробки передач, вариатор или восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия. В базовую комплекта CU Comfort входят светодиодные фары ближнего и дальнего света, система старт-энд-стоп, двухзонный климат-контроль, ассистент помощи при выезде с парковки задним ходом, мультимедийная установка с сенсорным дисплеем, мониторинг слепых зон, люк с электроприводом и 10 подушек безопасности. Предзаказы на обновленный Lexus ES дилеры начали принимать еще 3 августа. Примечательно, что с тех пор цены уже выросли. База увеличилась с 3,312,000 до 3,514,000 рублей. Напомним, в седан ES 7-го поколения, кодовое обозначение СКС-10, продается с 2018-го. В основе Lexus ES лежит платформа ГАК Кей, которая применяется также в Toyota Camry. Это часть общей модульной архитектуры ТНГА, седан обладает передним приводом, в 2020 году в линейке появилась и полноприводная версия, но в России она не представлена. Продолжение следует...